Вы знаете, я смотрю то, что вы пишете, да, для кого-то 52 балла это хорошо, по сути можно сказать, это средний результат, но я надеялась вообще реально на 100 баллов, и сейчас я сомневаюсь в том, что правильно ли там все проверили, не засудили ли меня, потому что этот экзамен, точнее эти экзамены я сдавала в формате онлайн, то есть через телефон, да, по камере. И потом, когда я все это сдала, то есть я все проверила, я все написала правильно, там было написано все, вплоть до инициалов, там Сталин его инициалы, вплоть до годов, там было абсолютно все, там не 100 баллов, там 200 баллов, я уже думаю, МГУ специально так делает, потому что экзамен был не в форме ЕГЭ, то есть где много вопросов, а было всего два вопроса, там расскажите про Сталина, что он делал, и вот второй вопрос. То есть в тесте, там ты ответишь и выберешь как бы варианты, да, там уже они никак ничего не смогут сделать. То есть если бы был тест, условно, в тесте ты просто выбираешь там ответ 2 и все, а тут они дали такой экзамен, где нужно развернуто ответить, как будто специально. И я ответила, я написала все, они мне засчитали это как 52, это несправедливо, сейчас я буду смотреть показ работ 16.00, потом я буду подавать апелляцию, то есть ну потому что что-то они как бы напутали, как будто они специально, но вот моя учительница по истории, еще когда закончился экзамен, вот этот дополнительный вступительный, она мне сказала, типа, Настя, что-то типа не то здесь. Потому что ну как так, они не дают как бы в формате теста, а говорят развернуто писать, типа как будто специально хотят занизить, ну чтобы больше человек поступало на коммерцию, вот. Вот, и она мне сейчас эти слова свои подтверждает, она говорит, ну вот видишь, я же говорила, но как бы я это так не оставлю, у меня не 50-го балла, у меня 100 баллов, ну 99 может быть. Вот, поэтому грустно, конечно, мне грустно. Знаете, вот как бы до того, как подавать документы, до того, как сдавать экзамены, я узнавала про МГУ, кто-то говорил там типа слухи ходили, мне это лично говорили, то что типа там экзамены стоит купить там по 500, по 600 тысяч, я говорю, да нет, типа там вы что, типа совсем, типа чтобы сдать какую-то там работу, да, более серьезную, там курсовая или диплом, я не знаю, квартиры за это дарят. Я такая говорю, да вы что, типа вы гоните, нет, такого быть типа не может. Кто-то потом мне говорил то, что типа вот там, ну, короче, вот на бюджет типа засовывают там своих, вот, и вот эти все слухи коррупционные ходили, ходили, я говорила, нет, нет, такого быть не может. Вот сейчас мы как бы это все и проверим, потому что, ну, у меня все правильно, блядь. Я как бы, если бы у меня было неправильно, если бы что-то написала, я бы сказала, ну, блядь, моя ошибка, а у меня все правильно, поэтому сейчас будем разбираться. Короче, вот эти люди Которые работают в МГУ, эксперты Они будут подавать на меня в суд Дело в том, что сейчас Я подключала к сеансу проверки работ То есть спрашивала, почему у меня 52 балла Зашла в эту конференцию, там никого нет Я смотрю, какая-то девочка, но тоже студентка И она там То есть никого нет этих экспертов Которые там должны нам говорить, что у нас неправильно Мы чисто вдвоем с ней сидим Я говорю, ты сколько ждешь? Она там говорит, что-то с 12 часов Что ли, мальчик там с 12 часов у меня тоже сидит Я в шоке сижу Я говорю, меня кто-нибудь слышит? Меня кто-нибудь слышит? Меня просто игнорят Я сидела минут 5-10 и говорила Меня кто-нибудь слышит? Я говорю, а с кем разговариваю? С стеной что ли? Где эксперты? Я говорю, вы здесь работаете? Мне не отвечали Я говорю, вы здесь работаете, вам платят деньги Вы должны свою работу хорошо выполнять Вы сюда устроились Вам за это платят деньги И все это я говорила эмоционально, грубо, но без мата Я сказала такую вещь Я сказала такую вещь То, что типа мы поступаем в Шарабу Или в МГУ мы поступаем Типа куда мы поступаем? Что за отношения? Лучший университет, блядь, в России Нас игнорят Просто нет экспертов Мы зашли в чат проверить, блядь, свои работы Я говорю, вот ходят слухи То, что здесь работают коррупционеры Видимо своих только впихивают на бюджет Я вот это всю свою речь говорила Говорила и говорила И вы хоть девушка на связь, блядь, эксперт И говорит А вот Анастасия, мы ваш разговор, блядь, записали весь И типа вы нас клевещите Я говорю, а вот такие слухи, если про вас ходят Я говорю, да, я говорю Сама лично вам деньги в руки не давала Не занимаюсь таким Взятки не брала, никакие ничего не делала Говорю, но такие слухи ходят И говорю, вы не работаете Я говорю, зачем вы сюда устраивались? Был конфликт Они говорят Вот я бы вообще могла вас не допустить до проверки работы Ну, чтобы мне сказали, какие у меня, блядь, ошибки Ну, я ладно, так уж и быть вас допущу Я такая, ну, спасибо, блядь Мне похуй, что записали мой разговор Мне похуй, пускай судится, еще что-то Ладно, меня допустили, блядь, к этому, нахуй К этой хуйне Негде проверяли, блядь, мои знания И говорили, в чем это у меня ошибка 52 балла у меня И почему это? Объясняли и говорят А вот вы бы здесь что-то не дописали А вот вы здесь И знаете, ответы такие Абстрактные и поверхностные А что я не дописала? Отношения с Китаем я не написала, блядь, ладно Не написала, нахуй Но это же не 52 балла Это как минимум 80, блядь Я не знаю, 90 Какую-то хуйню сказали Непонятно, какие, блядь, ошибки у меня там Конкретно скажите, что, блядь, я не сказала Ничего конкретного не сказали, нахуй Сейчас в 6 часов Будет этот Еще одно заседание, блядь Где я буду отстаивать себя Чтоб, нахуй, эти 52 балла вычеркнули И поставили мне хотя бы, блядь, 80 Хотя бы, блядь, на 79 Я даже, нахуй, не согласна Просто я в ахуй, блядь Знаете, у меня такое состояние Мне хочется агрессию плескать Из меня льет несправедливость, агрессия, злость И также хочется плакать Пока что у меня агрессия Я за свое место, за бюджетное место За бесплатное место Нахуй буду бороться Я загрызу за это место Ну, не в прямом, а в переносном, конечно, смысле Но, сука, никакая, нахуй, несправедливость Не станет у меня на пути Я буду с ними бороться, блядь, и поступлю в МГУ бесплатно, блядь Вот даже вы, люди, вот Просто мне интересно узнать ваше мнение Вы сидите здесь, вы на меня подписаны Вы, нихуя, может быть, не знаете в истории Может быть, знаете Но вот осудите меня справедливо Вот вопрос Внешняя политика России В таком-то, таком-то году Или в таком-то, таком-то С такого-то по такой-то, по такой-то, такой-то год, блядь Вот нахуй Что мы пишем? Мы пишем Основные события Какие-то войны, может быть, были, да? То есть, какие-то сотрудничества с кем-то Но, блядь, она мне говорит Не написали отношения с Китаем, блядь Вопросе было Расскажите, блядь, о отношениях с Китаем, что ли? Или что там было? Там не было такого вопроса Я упустила этот момент Ебать, я должна была расписать отношения с Китаем Вопросе просто Когда напишите Внешняя политика, блядь, России в таком-то году, блядь Ну, просто Блядь Просто, блядь, насколько я вахую с безответственностью людей, блядь С подлостью этих людей В 6 часов должна была состояться конференция, где бы обсуждалось Ну, почему у меня 52 балла То есть, это уже апелляционная комиссия Вот где решилась бы Получу я 80, блядь Или останется так же Я уже, блядь, подготовила речь Что я буду говорить, блядь Потому что я знаю, что я права Они мне код не скидывают Есть конференция Есть код, чтобы войти в эту конференцию Я не знаю код Я со всеми поругалась, блядь Меня все игнорят Я звоню, блядь В МГУ Не берут Звоню, блядь В апелляционную Ой, в приемную комиссию Не берут Захожу в другую конференцию Не отвечают Меня все игнорят Я со всеми поругалась, блядь Они просто меня все игнорят, блядь Позвонила я в Шарашкину контору Подключили меня к этому Видок у меня не очень Подключили меня к этому заседанию И, значит, мне такие говорят Вот, значит, там у тебя такие ошибки Такие Я говорю Давайте с вами поспорим Типа, ну я вот здесь с вами не согласна И я начинаю с ними спорить Я говорю, я хочу подискутировать Вы не правы Они мне, знаете, что говорят Нет, и все Вот у нас Это наше Типа мы здесь сидим, чтобы не дискутировать Они это говорят Вот наше окончательное решение На 52 балла Я говорю, так вы не правы Они такие говорят А вот это наше решение И все Ничего уже не сделать И я говорю, слушайте А я, конечно, вас не обвиняю Но давайте я вам задам вопрос А вы случайно не коррупционеры? Они говорят Это ваше мнение Я говорю, это не мое мнение Я просто вас спрашиваю А вы случайно не коррупционеры? Вы только своих продвигаете на бюджетку? Они говорят Ой, все, до свидания До свидания, блядь До свидания, нахуй До свидания, блядь Шарашкина контора или МГУ Это вопрос, блядь Не обвиняю никого, блядь Сука просто Короче, ладно, все, я успокоилась, все хорошо, поступлю за деньги, 410 тысяч в год, окей, блядь, хорошо, ладно, я уже не знаю, блядь, к чему готовиться, к бюджету я уже даже не готовлюсь, я уже забыла, хорошо, за деньги, так за деньги, самое главное это поступить, закончить этот МГУ, самый лучший университет, номер один, number one в России, и получить хорошую должность, и, блядь, иметь нахуй в жизни, вот это моя цель, такие полномочия, чтобы пользоваться этими полномочиями, чтобы везде, где есть бардак, несправедливость, чтобы всех, нахуй, увольнять, когда-нибудь я этим займусь, вот, блядь, настанет тот день, запомните мои слова, когда у меня будет полномочия, я разъебу весь бардак, и везде будет царить только правда, справедливость, вот этот день настанет, блядь, когда все, сука, блядь, поймут, как надо жить, блядь, за правду, нахуй, за правду и за справедливость, это мой лозунг, блядь. Итак, кому интересны именно аккорды Близкая Анастя по барам Пожалуйста, поехали По барам С МДС Триночной кошмар Все растает по луку Я по-прежнему просила Хоть казалось, что МДС Между нами дым Слезы и горящий рост Пусть со мной так сложно было Но и ты, пацан, я прост Мне очень жалко Твою новую девчонку Я не ревную Правда, я же отпустила Начнешь опять Издалека и потихоньку Посмотришь, ссоры Зачем лаги закрутилась И понеслась Опять звонки утром И море Так было сотни раз Пока я не остыл Но ты не понял Привасить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!